Манчестер Сити Манчестер Сити И, как мне кажется, это была самая доминирующая игра Гвардиолы против Клопа в период английского противостояния между ними Это и цифры подтверждают Смотри, цифры владения мячом Никогда так много Сити Гвардиола не владел против Ливерпуля Даже когда Ливерпуль играл в меньшинстве Помнишь, когда 5-0 был? И когда Мане ударили за удар Эдерсона Даже тогда Сити владел меньшим мячом И даже тогда точность передач Сити была ниже, чем сейчас Сейчас 90% точность против Ливерпуля Я в таком историческом разрезе почему-то не думал об этом матче Я думал скорее о том, что уже очень много матчей Ливерпуля и Манчестер Сити было в этом сезоне И в кубках они играли, в суперкубки играли И в АПЛ уже два матча сыграли И вот я скорее размышлял тут о том, что стоило Манчестер Сити сыграть без Холланда Как сразу Ливерпуль, который всегда создавал в той или иной степени проблемы Часто в значимой степени проблемы Даже в состоянии нынешнего сезона Просто рассыпался И мне кажется, что очень многие детали игры Манчестер Сити в этом матче Связаны именно с этим Я бы, наверное, в этой связи рассматривал Ну, во-первых, просто можно зафиксировать Это бедный Хулин Альварес Что он оказался в Манчестер Сити именно в такой момент Если мы берем не какую-то долгосрочную перспективу Потому что с точки зрения долгосрочной перспективы Манчестер Сити подписал маркетинговую суперзвезду Холланд Важно было заполучить его первым Еще даже если посмотреть на ценник относительно талантов Холланда Конечно же, Манчестер Сити достаточно выгодно его приобрел Но если мы смотрим именно на соответствие Футболу Гвардиолы и на то, чтобы продолжить то, что было построено Не перестраивать кардинальную команду То, конечно, Альварес намного лучше подходит этой команде Я думаю, в том числе в этом матче это проявилось Насколько гибче стала атака Манчестер Сити Который оказался в, казалось бы, не самом приятном сценарии То есть они оказались в сценарии Когда Ливерпуль забивает первым быстрый гол И когда нужно и атаковать Ливерпуль Создать достаточно моментов И не допускать моментов у своих ворот Но с этой задачей они справились, на мой взгляд, просто грандиозно Давай посмотрим, что конкретно делал тут Манчестер Сити С точки зрения структуры Так, ну, традиционные Традиционные Три защитника Два игрока в опорной зоне Один из них Стаунс Мы к этому уже начинаем привыкать Ну и вот такая структура в атаке Разница у Манчестер Сити заключалась в том, что Игра в атаке стала намного более гибкой Альварес намного чаще и намного продуктивнее, чем Холланд может опускаться Следовательно, мы наблюдаем больше движения от вот этих вот футболистов На мой взгляд, они вместе с Альваресом Ну, по сути, вся тройка, как они взаимодействовали Сыграла ключевую роль в этом матче А эти футболисты это Кевин Дебройна и Илка Гюндаган Для Гюндагана фирменный прием в такой конфигурации Врываться в штрафную, делать обратное движение Для Дебройна, скорее, и это в этом матче очень здорово проявилось Помогать на флангах своими открываниями Вот, например, таким образом забегать в нужный момент И самое важное, это, конечно, тайминг этих действий То есть Манчестер Сити важно было сначала Располагаясь вот в таком, по сути, квадрате в полузащите Получить плюс один против Ливерпуля То есть у Ливерпуля три полузащитника Манчестер Сити получает плюс один тут За счет этого расположения разыгрывает эту ситуацию А уже в следующей стадии, когда мяч продвинулся Вот эти вот футболисты, Гюндаган и Дебройна Выполняют свою побочную работу И если они это делают с правильным таймингом То они как бы в одном лице совмещают сразу несколько функций И это, на мой взгляд, то, как они выбирали этот момент для смены функций И то, как они делали вот эту свою дополнительную работу На мой взгляд, просто определило характер этого матча Ну и, конечно, то, что у них была возможность делать эту работу И не оставаться постоянно просто полузащитниками Это напрямую связано с вкладом, который делал Альварес в командную игру И в итоге мы получили и намного более непредсказуемый Манчестер Сити Намного более похоже на прошлый сезон, если уже просто откровенно говорить Просто там немножко другие имена были Но принципы, по сути, те же, те же сохранились И мне кажется, что это было прям максимально убедительно И сейчас Манчестер Сити, конечно, вот в рейтинге впечатлений Все выше и выше и выше поднимается Сначала мы хвалили за то, как они выстроили прессинг против Лейпцига И там с Холландом было, но вот с точки зрения прессинга Новый уровень, который до этого Манчестер Сити в этом сезоне не показывал А сейчас это просто тотальный перформанс По-моему, во всех отношениях он был лучшим у Манчестер Сити в этом сезоне И это, конечно, не может не наводить ужас Конечно, ужас еще наводят там всякие таблички от Z-Atleti Которые просто простую штуку сделали Посмотрели, как финиширует команда Гвардиола Манчестер Сити в конце сезона И там всегда, конечно, очень впечатляющий темп, за которым трудно угнаться И Гвардиол, кстати, сам знает об этом хорошо Потому что перед матчем с Ливерпулем он как раз-таки говорил о том, что сейчас у него внутренние ощущения Это он еще говорил до матча с Ливерпулем Внутренние ощущения, как перед теми играми Ливерпуля Когда они боролись за чемпионство, собственно, друг с другом И когда Сити в итоге выдал победную серию из 17-18 матчей И стал чемпионом И сейчас Сити впервые в сезоне АПЛ побеждает в четырех матчах подряд До этого они не могли преодолеть эту планку Только три матча было подряд, а потом потеря очков Сейчас все, четыре матча подряд у них есть Тебе тревожно? У меня и до этого было тревожно Мне тревожно, извини, что немножко так... Я понимаю, это не имеет значения, конечно Это не имеет, просто нужно было как-то подвязать к слову тревожно Да, немножко дискредитирую те вот цифры, которые ты подготовил Они интересные, но Мне тревожно стало то, что я увидел против Ливерпуля Вот от этого и до этого против Ливерпулем От этого в первую очередь тревожно становится Я еще не упомянул то, как контрпрессинг у Сити работал в этом матче В принципе, тут тоже те же факторы на это влияние оказали Просто раньше у Челси, что Челси сегодня главная тема стрима У Манчестер Сити эти механизмы немножко барахлили Из-за того, что они, по сути, без одного относительно прошлого сезона Футболистов в полузащите пытались делать то, что они делали в прошлом сезоне Пытались играть с такой же степенью контроля и с теми же реакциями В итоге очень часто получали контратаки А сейчас они, по сути, получили привычное соотношение И это, мне кажется, очень сильно повлияло в хорошую сторону В том числе на контрпрессинг Я, по-моему, уже это употребил сегодня Но лишним не будет еще раз повторить Это тотальный перформанс То есть все аспекты, которые ассоциируются с футболом ПП Гвардиолы Были тут на высочайшем уровне Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok